В этом видео я хочу рассказать об основных изменениях для российских водителей, которые произошли, либо еще произойдут в апреле 2021 года. Новые правила сдачи экзамена на права, весенние ограничения для грузовиков, обновление коэффициента КБМ по ОСАГО, новые штрафы для самоходных машин и новые штрафы за высадку детей из автобусов. Обо всем этом подробнее смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами по-прежнему Азат, это по-прежнему канал Автосправочная. В этом видеоролике я хочу рассказать обо всех основных изменениях, которые произошли в апреле 2021 года для российских водителей. Начнем, пожалуй, с наиболее масштабного, с наиболее нашумевшего изменения. Это новые правила экзамена на права с 1 апреля 2021 года. Новый регламент был утвержден приказом МВД номер 80 от 20 февраля. Пожалуй, наиболее интересное изменение в этом регламенте – это отказ от отдельного этапа площадка. То есть кандидаты водителей легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, а также автопоездов теперь должны сдавать вождение в рамках единого практического этапа в реальных условиях дорожного движения. Несмотря на отмена площадки, возможность сдачи экзамена на закрытой территории по-прежнему в регламенте предусмотрена. Согласно текстуре регламента, сейчас, с 1 апреля, экзамен по выявлению навыков вождения может приниматься в пяти местах. Это закрытые площадки, автодромы, территории с твердым покрытием, закрытые от сквозного движения других транспортных средств и пешеходов, участки реальных дорог с малоинтенсивным движением и тупиковые участки дорог. Что касается мотоциклов, то экзамены на категорию А по-прежнему, как и раньше, сдаются только на площадке. В город они не выезжают. В связи с отменой площадки изменился и состав упражнений. Так, из пяти ранее сдаваемых упражнений осталось только четыре. Змейку теперь не сдают. Остались эстакада, параллельная парковка, заезд в гараж и разворот в ограниченном пространстве. Еще одно немаловажное изменение, которое приближает экзамен к реальным условиям дорожного движения, это отмена стандартных маршрутов. Согласно старому регламенту, в каждом подразделении ГИБДД утверждались три стандартных маршрута, на которых всегда принимались экзамены на права. Теперь же, с 1 апреля, стандартные маршруты отменены. Утверждается только какой-то район, либо территория, в рамках которого может приниматься практически этап экзамена. А уже непосредственно сам маршрут определяет экзаменатор прямо во время движения. Сюда, сюда, сюда. Поворачивайте, поворачивайте. Остановитесь здесь, остановитесь. Также изменился перечень ошибок и штрафных баллов, которые начисляются за эти ошибки. Они были сгруппированы по-другому, в зависимости от реальной опасности дорожному движению. Для того, чтобы завалить экзамен, по-прежнему достаточно набрать 5 штрафных баллов. К примеру, такие ошибки, как непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона за рулем, приравнены к опасным. То есть за них сразу же начисляется 5 баллов, и экзамен заканчивается. Согласно новым правилам, за рулем автомобиля во время экзамена находится кандидат-водитель, а на переднем правом сидении должен сидеть экзаменатор. Помимо этого, в машине также могут находиться представители автошколы, представители общественных организаций, другие кандидаты-водители, но только по согласованию с кандидатом-водителем, который в данный момент сдает экзамен. Сам процесс сдачи теории и практики теперь полностью снимается на видео и записывается на аудио, чтобы в случае возникновения спорных моментов можно было пересмотреть эту запись, и в случае подтверждения каких-то нарушений результаты экзамена могут быть аннулированы. Далее, второе изменение у нас – это обновление коэффициента бонус-малус, или КБМ. Это так называемый коэффициент безаварийного стажа. Согласно последним изменениям в правилах ОСАГО, с 2019 года коэффициент КБМ обновляется не с 1 января, то есть не в начале года, а с 1 апреля каждого года. Соответственно, если в прошлом году у вас не было аварий по вашей вине, и не было обращения за страховой выплатой, ваш КБМ с 1 апреля 2021 года должен уменьшиться на 5%, то есть скидка составляет каждый год 5%. Если же за предыдущий период вы попадали в ДТП по вашей вине, соответственно, для вас КБМ с 1 апреля текущего года должен вырасти. Значение КБМ, которое было присвоено вам с 1 апреля 2021 года, будет сохранено до 31 марта 2022 года. Актуальное значение КБМ вы можете посмотреть на официальном сайте РСА, там есть бесплатный онлайн-сервис, можете загрузить свои данные и посмотреть, какой у вас на сегодняшний день фактический КБМ. Если же вы считаете, что ваш КБМ указан неправильно, то ранее я снимал видеоролик, в котором рассказывал, как можно изменить этот КБМ, ссылка на него будет здесь. Далее, следующее изменение – это новые штрафы для владельцев самоходных машин. Самоходные машины – это техника, которая регистрируется не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре, то есть это различные трактора, дорожно-строительная техника, сюда же относятся снегоходы, квадроциклы. Штрафы за нарушение правил эксплуатации данных транспортных средств, в том числе и управление ими без техосмотра, предусмотрены в статье 9.3 КОАП РФ. Заранее за нарушение правил эксплуатации по этой статье гражданам грозил штраф от 100 до 300 рублей и лишение водительских прав от 3 до 6 месяцев. Для должностных лиц штраф составлял от 500 до 1000 рублей. Однако, буквально на днях были подписаны поправки в эту статью КОАПа. Про них я уже также рассказывал. Более подробно это видео можно посмотреть здесь. Согласно этим поправкам, теперь для граждан исключен такой вариант наказания, как предупреждение, то есть остался только штраф и лишение прав. Штраф при этом был увеличен. Для граждан штраф теперь составляет от 500 до 1000 рублей. Срок лишения прав также остался от 3 до 6 месяцев. Для должностных лиц, согласно поправкам, штраф теперь составляет от 3 до 5000 рублей. Эти поправки вступают в законную силу с 16 апреля 2021 года. Далее, следующая тема, про которую я бы хотел рассказать, это весеннее ограничение для грузовиков. Я напомню, согласно действующим правилам, уже несколько лет на федеральных трассах России в весеннее время не ограничивается поезд с больших грузов. Как поясняли тогда в Минтрансе, это связано с тем, что состояние федеральных дорог якобы приведено к нормативам. Поэтому необходимости в ограничении проезда нет. Однако, что касается муниципальных и региональных дорог, здесь уже все отдано на усмотрение субъектов России. И, как обычно, большинство субъектов в весеннее время определенные ограничения вводят. К примеру, у нас в Татарстане с 1 по 30 апреля 2021 года введено ограничение на проезд грузовиков по всем региональным трассам на территории республики. Речи о полном запрете проезда нет. Есть ограничения по осевым нагрузкам. Согласно постановлению местного Кабмина, нагрузка на ось транспортного средства в этот период не должна превышать 6 тонн. Все. Грузовое обещание больше нет. До свидания. До свидания. При этом эти ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят продукты питания, товары первой необходимости, на транспортные средства, принадлежащие оборонным ведомствам, МЧС, и также еще есть целый ряд исключений. Кроме того, если вам все же нужно в этот период проехать по региональной трассе, но у вас осевая нагрузка превышает 6 тонн, есть волшебная палочка. Вы можете купить официальное разрешение, то есть заплатить денежку, вам выдадут бумагу, которая вам разрешает проезд по региональным трассам, несмотря на эти ограничения. Таким образом, заплатив официально определенную сумму, ваш грузовик волшебным образом перестает давить на дорогу, перестает изнашивать асфальт, и не наносит никакого вреда дороге. Вот такая вот волшебная бумажка. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня. А как дела обстоят с этим в вашем регионе? Вводит ли у вас временное ограничение каждую весну? Вы можете написать в комментариях. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. Еще одно изменение, которое, возможно, вступит в силу в апреле, я подчеркиваю, возможно, потому что оно пока что официально не утверждено. Но речь идет о штрафах за высадку детей из общественного транспорта, из автобусов, троллейбусов, трамваев. Этот законопроект 7 апреля был одобрен Госдумой в третьем окончательном чтении и сразу же направлен на рассмотрение Совета Федерации. После рассмотрения Совета Федерации его направят на подпись президенту. И ожидается, что до конца апреля эти поправки все-таки успеют подписать, и они вступят в законную силу. Согласно изменениям, за высадку из общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых, вводятся солидные штрафы. Так, для водителей штраф составит 5000 рублей, для кондукторов и контролеров от 20 до 30 тысяч рублей. Если же эта высадка привела к тому, что здоровью ребенка был причинен вред, то в этом случае на водителя и на водителя, кондуктора или контролера может быть уже наложен не штраф, а может быть уже уголовное преследование согласно соответствующей статье. Заплати штраф. И напоследок хочу еще раз упомянуть об изменении, которого на самом деле нет. Это фейковые изменения. Речь идет о том, что якобы приказом МВД номер 777 с 10 апреля 2021 года водителям, автомобили которых не оснащены подушками безопасности, при езде за городом необходимо одевать на голову шлем. В прошлом видео, оно будет вот здесь по ссылке, я уже подробно рассказывал, почему все это не соответствует действительности, что это фейк, который ежегодно распространяется среди водителей. Более подробно вы можете посмотреть это в предыдущем видео. Вот такие вот изменения на сегодняшний день. Постарался я максимально кратко про них рассказать. Свои вопросы и свое мнение вы можете написать в комментариях. Все, всем удачи на дорогах, всем пока. А если тебе понравился этот ролик, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. Также, чтобы быть в курсе всех последних новостей, советую нажать на колокольчик, чтобы при появлении новых материалов тебе всегда приходило уведомление. А своим мнением по данному ролику ты можешь поделиться в комментариях.